МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По транспорту возле цирка на Октябрьском проспекте. Или не возле цирка. Там новость просто шикарная была, публикованная и в том числе на сайте городской администрации. Вот лишь одна из выдержек из этой новости. Дизайн-концепция – это синтез двух начал Кирова – ремесленного и промышленного. Строгие и немножко грубые формы символизируют промышленность, а яркая узорочная окантовка стекла – это дымковские мотивы. Форма остановки – это переработанный образ дымковского индюка. Ух ты! А колонна в виде трехконечной звезды – отсылка к трем пальцам на его лапах. Боже мой, это надо просто... Дымковский индюк вдохновил дизайнера на то, чтобы создать остановку. Это дизайнерам надо больше все это там увидеть. Я увидела, в общем, достаточно современно выглядящий такой остановочный павильон. Автор этого проекта – студентка Татьяна Чеснокова из Москвы, студентка РУДН, насколько я помню. Артем Драчков с нами на связи, начальник отдела транспорта администрации города Кирова. Артем Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо ли вы нас слышите? Слышу хорошо. Слышите отлично. Все, замечательно, ура. Итак, расскажите нам, пожалуйста. То есть вот часть людей, часть слушателей наших интересуется сейчас следующим. Тот факт, что на остановке написано «Цирк», означает ли, что вот этот остановочный павильон в ближайшее время возле цирка появится? Данный проект разработан, да, для данной территории, но проектная комиссия, которая осматривала все проекты, решила, что данный проект можно тиражировать и на других остановках, но конкретно про данный проект думали, чтобы установить его именно на остановке транспорта общего пользования «Цирк». Но здесь существует ряд моментов, которые при реализации конкретно сейчас мешают. Первое – это то, что у нас здесь остановочный павильон, заключен контракт, договор с организацией, которая за свои средства установила остановочный павильон и размещает там рекламную конструкцию. Если, так сказать, будет достигнуто соглашение с данным предпринимателем о том, чтобы он данный остановочный павильон перенес в другое место, где необходимо, то можно перейти к реализации проекта, который у нас победил в рамках конкурса. Так, подождите, Артем Владимирович, вопрос. Вот я, может быть, что-то путаю, но когда мы обсуждали старт вот этого конкурса, на лучший проект остановки общественного транспорта, вроде бы говорилось, что мы посмотрим, какие варианты предложат, выберем лучший, и потом этот проект при наличии средств будем тиражировать. Ну, то есть не одна такая остановка в городе появится, а несколько. Может быть, я ошибаюсь. Все верно. Все так было, да? Ничего не изменилось. То есть вот такого вида остановки могут появиться не только у цирка, а и в других местах. А почему тогда упирается все в предпринимателя, с которым заключен договор? Давайте не возле цирка эту остановку поставим. Мы, видимо, имеем в виду предприниматель, который установил остановоченный павильон. Павильон и размещает там рекламу цирка. Да, если конкретно мы говорим про цирк, что мешает нам для реализации данного проекта на территории у цирка, что мешает, я вам конкретно сказал, а так, естественно, данный проект можно реализовать на другой территории, в исторической части, как сказали члены комиссии. Можно реализовать или будет реализован? Будет реализован. Вот эту остановку горожане увидят, вот в том виде, в каком она на фотографиях есть, в ближайшее время? Вот сейчас у нас есть несколько вариантов реализации этого проекта. Есть, так скажем, меценаты, которые готовы построить это за свои средства, и администрация рассматривает строительство данного проекта за счет бюджета. А дорогой проект? Во сколько нам выйдет эта остановка? Ну, в связи с тем, что конкурс завершился только 24 числа, и здесь победительница, грубо говоря, нам посчитала, ну, нарисовала его, сделала, и мы с ней связались и узнали примерно, какова стоимость по ее оценкам. Она такие расчеты не велась. Сейчас проектно-смеховный отдел МКУ ДПИ считает примерно, сколько это рыночная стоимость такого павильона. Естественно, данный проект можно модернизировать, то есть что-то, часть, так сказать, изменять, ну, для того, чтобы внешняя конструкция не ухудшалась, а только улучшалась, то есть чтобы продуваемость, например, остановки сокращалась, то есть все три стены, чтобы они были закрыты от ветра и дождя, чтобы пассажирам, которые ожидают общественный транспорт, было более комфортно дожидаться общественного транспорта на такой остановке. Артем Владимирович, я все-таки уточню. Ну, вы все равно человек опытный, наверняка можете сказать, ну, примерно, понятно, что не до рубля, да, примерно, во сколько такая остановка может обойтись, если, например, не учитывать технические какие-то вещи, типа сенсорного экрана там или каких-нибудь зарядок для телефона, ну, вот просто сам каркас этой остановки с металлическими конструкциями и, например, антивандальным стеклом, чтобы вот эти металлические конструкции сохранить в том виде, в котором они есть. Ну, если в дешевом исполнении до 300 тысяч, ориентировочно нам сказал, так сказать, сметчик, ну, просто бегло пробежавшись по ней, сказал 300 тысяч, если без тех умных, так скажем, начинок, которые внутри, просто каркас из того материала, который здесь сделан с стеклом и жилетом. А если с начинкой, то пока сложно сказать, да, во сколько это обойдется? Ну, естественно, тут все зависит от того, какой производитель, но здесь, знаете, у нас не слишком много там USB-выхода и зоны Wi-Fi, там, наверное, не везде актуально, поэтому многие там горожане говорят, что это лишнее там на остановке. Давайте лучше две остановки поставим. То есть разделились на два лагеря. Поэтому, естественно, чтобы растиражировать, можно сделать одну пробную, посмотреть, как люди ее воспримут, как будут пользоваться ей, и затем уже тиражировать на другие. Артем Владимирович, а скажите, а вообще из какого количества вариантов работ, проектов пришлось выбирать в конкурсной комиссии? Мы-то узнали только непосредственно о победителе. Я не являюсь членом комиссии, да, там были в основном общественники и те, кто относится к архитектуре, там, градостроительству. Красиво мукированно это было задать. Они сказали, что заявок было не так много, как мы ожидали. К сожалению, у нас всегда критиков много, а тех, кто конструктивно критикует, предлагает что-то, действительно мало. И вот студентка вот эта факультета дизайна и архитектуры, которая победила, еще были от юридических фирм заявки. Но были заявки, которые вне конкурса. То есть они подавали свои, так сказать, проекты, но не заявляли их в рамках конкурса. Пришлось, так сказать, победителя оценивать из официальных заявок. В принципе, мы все получили проекты, в том числе вне конкурса. Вот вопрос, да, смотрите, мы видим этот проект, но наверняка есть и другие, которые тоже можно как-то использовать, не знаю, там, в других каких-то местах нашего города. Не забывать они, да. Не забывать они, я думаю, куда-то, да. Я объясню, вот, действительно, почему этот проект победил, потому что, наверное, ну, он набрал большее количество баллов, и он был нацелен, наверное, больше для горожан, в плане тех, кто ожидает. Другие, которые были от юридических и индивидуальных предпринимателей, они были нацелены на остановочные павильоны такого фиш, знаете, формата МТО, да, некоммерческой. А, я поняла, с пристроенным каким-то торговым магазинчиком, павильончиком, с чем-то таким. Да, да. Такие современные модули, которые, в принципе, сейчас рассматриваются Департаментом экономического развития и предпринимательства города Кирова, да. Мы все, всю информацию от индивидуальных предпринимателей направили для того, чтобы они при заключении концессии с участниками бизнеса, которые хотят реализовать на территории города Кирова, вот, остановочные павильоны такого формата, чтобы они их приняли в работу. То есть, вот, как раз администрация города уже через другие механизмы реализации вот остановок будет использовать данный проект. Ну, и, Артем Владимирович, наверное, последний вопрос. Все-таки, если срастется, да, что называется, и все стороны договорятся, и то, о чем вы сказали, и меценат, спонсор непосредственный найдется, когда все-таки мы вот реально в городе сможем увидеть реальное воплощение этого проекта? Ну, вы же знаете, что я обещать не люблю. Не-не-не, я не с точки зрения обещать, а при этом мы хотим, чтобы данный проект был реализован в городе. Вот, а еще есть какие-то награды? Естественно, она, смотрите, студентка первого курса сюда приезжала к бабушке, да, она разрешила это сказать. Понятно. Что ей понравилось, она поучаствовала, и, к сожалению, мы хотели ее наградить еще вчера, но она в ближайшие, там, два месяца в городе Кирове не появится, но как она прибудет, естественно, она будет награждена и пошлина. А чем, чем? Что, ну, диплом? Диплом, естественно, она получит, и спонсоры, которые присоединились к нашему конкурсу, сказали, что подарят ее, и по ее пожеланиям, и ее обучениям, которым она сейчас занимается, оценят ее. Поэтому ей будет индивидуальный приз, который ей пригодится. А, ну, то есть это по ее запросу будет, мы пока не можем сказать, да? Ну, да, да, потому что ей в работе пригодится. Прошлый подарок, а не просто так, ради подарка. Но я могу сказать, что если, например, проект ее воплотится в Кирове, то у человека уже вот ее портфолио фактически, да, то есть человек на первом курсе. Да, ну, вот самое главное, что когда мы с ней разговаривались, да, Татьяна сказала, что самая главная награда моя, что если этот проект именно... Будет реализован. Будет реализован в городе Кирове. Поэтому вот мы к этому и идем, для того, чтобы наградить ее тем, что проект реализован. Ну, это и хороший мотивирующий фактор для других молодых людей, студентов в том числе, да. А всегда мы об этом говорим. Когда, собственно, вот ты видишь, что такой же девчонки обычный, да, проект или парня побеждает где-то. Почему бы тебе тоже не постараться, да. А может, в своей сфере, даже если ты, например, не архитектор, не городскую среду создаешь, а что-то другое. Да, с точки зрения авторитета, идеи молодых, это очень даже показательная штука, хорошая, конечно, да. Спасибо. Артем Драчков с нами был на связи, начальник отдела транспорта администрации города Кирова. Немножко мы поговорили про результаты конкурса на лучший проект остановки общественного транспорта. Владимир, я прошу прощения, это я ошибалась, а ты был прав. Остановку все-таки хотят установить возле цирка. Да, мы, кстати, еще забыли упомянуть о том, что конкурсная комиссия рассматривала этот дизайн-проект еще в рамках преображения вообще всей территории. Возле цирка. Парк имени Кирова, да. Ага, понятно, там же, да, там реконструкция большая. Жюри решила, что именно этот проект прекрасно вписывается в концепцию обновления этой территории. А обновление этой территории у меня все время... Сроки? Да. Ну, вообще... Вылетает это из головы, потому что на протяжении последних лет мы очень много об этом говорим, да, и все время переносится, переносится. Ну, понятное дело, тут пандемия была, потом еще проблемы, еще... Переносится, переносится, потом, да. Да, но вроде сейчас нам говорят, что уж к 2024 году, к году 650-летия Кирова, действительно, парк должен получить другой облик. Ну, я вот, честно говоря, пока не знаю, как все это будет, потому что, я не знаю, ты ходил по парку, да, в последний? Ну, мы регулярно ходим там, потому что я, да, недалеко там живу, да. Вот. Мне кажется, что там никаких особых работ сейчас не ведется. Правильно я понимаю? Ну, то, о чем нам говорит администрация, самое видное и очевидное, это то, что там якобы чистят водоемы. Да, да, и все. И верхний, и нижний, и пруд, да. А из остального, ну, видимо, какая-то текущая уборка, уборка урн. А там остального огромный список. А остального огромный список. Лето у нас короткое. У нас получается только следующее лето на реализацию вот всего, что мы хотим, всех хотелок. Потому что не пойдешь же в 24-м году, в год юбилея, когда надо проводить какие-то мероприятия праздничные. Когда 1 января 24-го наступит, уже надо садиться отмечать, да? Да, уже, уже юбилейный год. Уже как-то не доработает. Да, не будешь же там работать, не будет же парк в это время раскопанным. То есть 24-й год уже, наверное, можно в расчет не брать. Ну, или мы встречаем юбилей с раскопанным парком имени Кирова. Как-то так. То есть всего год остается. И у меня есть ощущение, что как-то нас плавно так подготавливают, возможно, к тому, что как-то сократят список тех работ, которые там будут производиться именно под этим предлогом. То есть скажут, ребят, слушайте, ну вот мы успели кое-что сделать, да? Не будем же мы сейчас раскапывать. Давайте отметим праздник, а потом продолжим. Ну и к тому же надо поменять, понимать одна из, ну вернее не одна из, а последний вариант суммы, который озвучился, эти 600 миллионов рублей. Которые нужны. А это 600 миллионов в 2022 году? Я честно запуталась. А что можно на 600 миллионов можно будет в 2023 сделать, когда все дорожает, да? И все, нестабильная финансовая обстановка, вот тоже большой очень вопрос. Так что вполне вероятно, да, действительно. Ну, общественники, кстати, ведь уже жалуются, что изначальная концепция... Они жалуются практически с самого начала, как было утверждено все. Претерпела, мягко говоря, изменения. Проект и концепция разошлись. Очень много всего было выброшено оттуда. Общественники недовольны. Представляем нашего гостя. Да, и еще одна наша тема. Наш гость, главный редактор портала «Первый источник», наш коллега. Он с нами в студии, Антон Погудин. Добрый день, приветствую. Добрый день, добрый день. Да, и мы, собственно, уже заявляли об этой теме в первом часе. Еще один развод. Извините. Люди спорта. Еще одно расставание. Люди спорта, люди интересующиеся кировским спортом. Собственно, Антон относится к их к числу, да? Наш коллега в недалеком прошлом выходила программа, и, возможно, она еще будет. На спорте. Мы очень надеемся на то, что она вернется в эфир. Пока просто такая не очень понятная ситуация с эфиром, с сетевым партнером. Поэтому думаем, думаем, смотрим, ищем возможности. В общем, мы хотим обсудить вчерашнее заявление временно исполняющего обязанности главы нашего региона. Написал он в своем телеграм-канале о том, что с 1 сентября вместо Министерства спорта, туризма и молодежной политики, вот этого триумвирата, да, будет два ведомства, два министерства, соответственно, два министра, одно по спорту и туризму, а второе по молодежной политике. Вообще там объединяют, разъединяют. Вот пойдет ли эта реорганизация в правительстве на пользу кировчанам? Нет, но вообще... Молодежи, спортсмену. А туристов я вообще не знаю, каким боком их вот туда. Да, вот, то есть спорт и туризм. Если мы имеем в виду туризм, который спортивное ориентирование, так называемое, я еще понимаю, какое он отношение имеет к спорту. Но если мы имеем в виду туризм, который вот за народными промыслами и красотами, я не очень понимаю. Можно приехать посмотреть, имеешь в виду? Да, да, да. Я бы, наверное, вернулся лет на пять назад, когда в 2017 году как раз эти министерства объединяли вместе. И тогда были соответствующие доводы, что это поможет развитию как спорта, так и молодежной политики. Это будет все под единым началом. А еще денег сэкономим на зарплате. Да, на зарплате министра, на зарплате замминистра, на расходах на другие какие-то отделы, департаменты и так далее. Прошло пять лет, мы пришли к тому, с чего начинали. Собственно, нам нужны два министерства. Если честно, мое мнение, сложно уместить в Министерстве спорта и молодежной политики два таких крупных направления, которые друг с другом, но они, конечно, сочетаются, немножко соприкасаются. Я не вижу ничего сложного. Но есть фигуры министра, под фигурой министра есть три заместителя. Один отличает за спорт, другой за молодежную политику, третий за туризм. Вот и все. И далее по нисходящей. И далее по нисходящей. У каждого свой штат специалистов, которые работают в этом направлении. Тем не менее, у нас в Рио губернатор решение принял, что будет два министерства. Пусть. Давайте вернемся к корням. Он же, возможно, не знает, что у нас пять лет назад произошло. А может, наоборот знает. Человек долгое время работал в молодежной политике, занимал руководящие до областей. И он с этим видением сразу пришел и заявил. Я с Антоном согласна. В ситуации, когда у нас, например, один человек, один министр отвечает за все, навешивать разного такого формата полномочия, да, и молодежная политика, и спорт, ну, потому что разные совершенно проблемы, это, наверное, не совсем целесообразно. Да, наверное, так. Ну, не то чтобы разные проблемы. Молодежь, наверняка, зачастую желает спортом заниматься, но не знает, как и где. Понятно. У нас ведь не все спортсмены молодежи, и не вся молодежь спортсмены. Да, для решения многих проблем необходимы там контакты в каких-то определенных сферах, еще что-то. Абсолютно верно. А проблем, как у спорта, так и у молодежной политики достаточно. Ну, и зачастую люди, которые там разбираются, например, в спорте, они могут немножко плавать в молодежной политике и наоборот. Ну, давайте сейчас про персонали поговорим. Сначала про спорт. С Антоном мы про спорт. Про спорт. Спорт остается у нас пока без кандидатур, как я понимаю. Александр, что он сказал, что конкурс будет. Георгию Барбинову предложено, предложено, вернее. Продолжать заниматься молодежной политикой. Но он оттуда и пришел. Он ведь этим и занимался долгое время. Из молодежи. Да, как раз вчера на совещании, я очень пожалел, что я не пошел вчера на совещание к Рио-губернатору, потому что приглашали прессу, но не пошел, не удалось мне выкроить время. Это вот где было объявлено? Да, как раз было объявлено. Я бы хотел посмотреть, например, на реакцию Георгия Александровича Барминова. То есть стало для него это сюрпризом. Георгия Андреевича. Георгия Андреевича Барминова, да. С Ярцевым перепутал на автомате. Я бы хотел посмотреть, как он отреагировал на эту новость. То есть знал он о разъединении министерств, или для него это было сюрпризом и так далее. Может, для него это радостью было огромное, что с него снимают такую нагрузку в виде спорта. Потому что, если честно, Георгий Андреевич больше тяготел к молодежной политике. То есть в этом направлении он достаточно компетентен, знает всех специалистов, людей, которые в этом занимаются. А в спорте, ну, наверное, на мой взгляд, он своим человеком для представителей видов спорта, любых командных, индивидуальных, зимних, летних, любых, лыжи, баскетбол, ну, наверное, он все-таки своим человеком, таким своим в доску он все-таки не стал. Вот, от Георгия Барминова, я напомню, министром была Анна Александровна Альминова, там другой был, получается, расклад. А там был абсолютно наоборот человек, который вышел из спорта, который принимал участие в Олимпийских играх, она была больше... Личница чемпионата Европы, чемпионка России. Да, она как раз больше общалась со спортсменами, ее все знали, то есть, соответственно, у нас был сначала перекос в одну сторону, потом перекос в другую. И в итоге принято решение разделить два министерства, чтобы перекосов не было. А вот если, да, к каким-то банальным, вообще простым вопросам, Антон, переходить, вот можно какой-то образ, прям конкретный пример нарисовать? Вот классическое, эффективно работающее министерство спорта в регионе, это вообще что? Интересный вопрос. Интересный вопрос. Слушайте, а давайте мы к этому вопросу попозже немножко перейдем. Как оно должно объединять, работать со всеми направлениями, да? Ну, наверное, министерство спорта в регионах, оно все-таки должно ориентироваться на те базовые виды спорта, которые культивируются в области, у которых есть достаточно большие традиции в регионе. Регионы разные, где-то... А вот базовые культивируются, и большие традиции у нас, например, в регионе, это разные вещи. Для нас базовые вещи, для нас это лыжи, а культивируется и там популярным является совсем иной вид спорта, да, любимый народом. В загоне немножко, не знаю, может, я ошибаюсь. Слушайте, давайте мы про это немножечко попозже поговорим. У нас просто сейчас по второй, скажем так, линии, да, по молодежной политике присоединяется гость по телефону. Спартак Калинин с нами на связи, президент фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества Вятской Соборности и почетный работник сферы молодежной политики. Спартак Олегович, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Мы сейчас обсуждаем вот эту вот реорганизацию, которая в очередной раз происходит в правительстве. Теперь Министерство спорта, молодежной политики и туризма как бы делят на два министерства. Молодежная политика отдельно, спорт и туризм отдельно. Вам, как кажется, это грамотное решение? Ну, я думаю, что да, польза от этого должна быть. Вообще, а какой пользы мы ждем? То есть большее внимание. Смотрите, вообще, молодежная политика у нас, ну вот структуры различные, министерство, департаменты там фразами называлось, за 90-х годов, их все время куда-то кидали, каждые там два, три, четыре года под какое-то ведомство, это на федеральном уровне, да. Молодежных вот как в госструктуре спокойно никогда не жилось. Ну, на региональном уровне все было достаточно стабильно очень долгое время. Так. Вот, какие были причины слить со спортом и туризмом, там, наверное, отдельный разговор. Ну, то, что сейчас вот новые структуры, которые появятся, смогут сконцентрировать свои силы и внимание на вот своей четкой одной конкретной теме, это должно пойти в плюс. На пользу. Можно я процитирую вам Александра Соколова? Вчера он говорил о том, что задача молодежной политики Кировской области сделать так, чтобы молодые люди гордились своим регионом, связывали с ним свою судьбу, строили здесь карьеру, растили детей, работали на благо Кировской области. Вот вам, как кажется, эти задачи, которые ставятся перед, ну, уже вновь, как я понимаю, создаваемым Министерством молодежной политики, насколько они вообще реализуемы? Ну, на самом деле, это задача не только молодежки. В принципе, уезжают ведь не только молодежь, уезжают вообще все, кто находит такую возможность. Ищут там, где лучше. И всегда. Из населенных пунктов перебираются, там, в районные центры, допустим, из районных центров в областной центр конкретного региона, либо в соседний уезжают, из областного центра еще куда-то дальше. То есть, миграция, она всегда была. Да, население Кировской области уменьшается по разным причинам, но население, допустим, города Кирова, оно, наоборот, увеличивается. То есть, если брать вот по городу Кирову, можно сказать, не так все плохо. Мы прирастаем районами. Если говорить о Кировской области, то, конечно, все более грустно. Но мы понимаем, почему власти на этом ориентируются. Не конкретно молодежи, а вообще для людей должны создаваться, чтобы им было чем гордиться, было чем заниматься, интересно было здесь жить. Они находили возможность применить свои знания, силы на благоразвитие региона. Это вот со стороны государства, да, они чего-то от нас ждут. А в таком случае для молодежи, вот задача этого нового, создаваемого Министерства молодежной политики, там, на ваш взгляд, вот первоочередные задачи какие? Ну, как всегда, все будет упираться в кадры и финансы. Потому что молодежной политикой должен кто-то заниматься. Если в крупных населенных пунктах более-менее, ну, относительно все хорошо, можно сказать, да, то чем дальше от центра, тем ситуация там более плачевная. Не хватает кадров, не хватает компетенций сотрудников, которые есть, то есть их нужно обучать. Вот, и, конечно, финансирование. Без этого никуда. Ну, и вообще, сама по себе, вообще-то, вот молодежная политика, она всегда строилась и строится на межведомственном подходе. То есть, вот, сама молодежь-то, она, ну, молодежь и молодежь, она ведь где-то. Она в спорте, она в культуре, она в промышленности, она еще где-то. Поэтому здесь только через взаимодействие с другими ведомствами, взаимодействие с бизнесом, взаимодействие с некоммерческими организациями, плюс самоорганизация молодежи. То есть, от самой молодежи тоже очень много зависит. Вот здесь не хватает, наверное, серьезного, большого исследования о состоянии молодежи, молодежной политики в регионе. Нужно все равно ведь отталкиваться от потребностей молодежи. Чего она хочет? Слушайте, она сегодня одного хочет, а через там два года другого, уже другая молодежь. Я бы начал с того вообще, вообще бы молодежи объяснил, что такое молодежная политика, в чем она заключается. От 14 до 35 лет. Мы же понимаем, что в 14 и в 35 совершенно разные потребности. Кто-то в 35 все еще ищет себя, и такой активный, все ему чего-то надо. А кто-то в 20 уже потерял себя и ничего не хочет. А в 30 уже лежит на погосте. Если уходить в частности, там бывает по-разному. Ну, в целом, вообще молодежь, как социально-демографическая такая группа, она достаточно ведь активна. И этой активности надо... Ладно, мы куда-то сейчас улетели в какие-то очень высокие сферы. Спартак Олегович, надо ставить задачу перед Министерством молодежной политики сделать так, чтобы молодые люди из Кирова не уезжали. Или, не знаю, перед смежными министерствами. Крепостное право вводить. Ну да, ну пусть... Что в конце концов, они здесь родились. Их здесь в детских поликлиниках лечили наших замечательных... Развитие каких-то целевых направлений. В школах наших учили. Отучился здесь, пожалуйста, отработай в глубинке. Пусть работают в Кировской области, на благо Кировской области. Или не надо все-таки так жестко? Я думаю, задача такая должна быть не только на уровне министерства. Ага. А вообще регион в целом должен об этом задуматься со всех сторон. Заставить мы их, ну, никак не сможем остаться где-то. Не прикруем. Да, крепостного права у нас нет. Да. Слава Богу. Если человек хочет развиваться, он будет искать возможности. Если их нет здесь, дома, в своем регионе, он будет искать их в других местах. Спасибо. И к тому же молодежь сейчас более мобильна, ценности меняются. Если там 20-30 лет назад для нас было важным иметь собственное жилье, ну, именно в собственности, да, то сейчас они говорят, да нет, зачем, съемная квартира и все. Зачем нам это обуза в виде ипотечного кредита? Ну, ничто не держит. Совершенно верно. Это, да, создавать условия, чтобы им хотелось здесь остаться. Есть плюс у Кировской области. А чего они хотят, то их должно удержать. Вот об этом нужно молодежи спросить в первую очередь. Даже в сравнении с Москвой. Спасибо большое. Спартак Калинин с нами был на связи, президент фонда «Авиатская соборность», почетный работник сферы молодежной политики. Я почему-то вспомнила, вот мои знакомые молодые ребята, кто из Кирова уезжал, например, в Москву или Петербург, они в тот момент, когда создавали семьи и уже планировали рождение ребенка, многие из них думали о том, чтобы перебраться обратно в Киров хотя бы на какое-то время. Потому что пока ребенок растет, расти ему лучше в экологически чистых условиях, в этом смысле, но в относительно поля Кировской области, они для ребенка, может быть, маленького лучше, чем Московская загазованная улица. Ну, как-то так. Вот такая была логика. То есть можно ведь найти плюсы-то при желании. Главное, чтобы было, куда этим людям приезжать, чтобы у них здесь была возможность в поликлинику ходить хорошую, еще что-то. Я сейчас хотел бы повторить эту мысль, да, простите, до рекламы, да, я бы начал с того, я бы вообще объяснил, а что такое у нас молодежная политика в регионе, вот основные моменты, концепции. Ты знаешь, как долго чиновники раскачиваются обычно? Какую сторону мы вообще движемся, какие у нас этапы существуют, то есть некую перспективу обрисовать, вот делай то-то, то-то и то-то, пока ты молодой, да, и ты достигнешь того-то, того-то, того-то. Мы тебе даем определенные гарантии, возможности и так далее и тому подобное. Вот я бы с этого начал простым человеческим языком рассказать. Это у нас делалось когда-нибудь? Не знаю, может, нет. И еще, извините, что вас перебивают. Ага, а ты внедряйся, внедряйся в наш разговор. Тут аспект в том, что молодежную политику пишут те, кто из молодежного возраста, к сожалению, уже вышел. Да, причем кто-то 10 лет назад, а кто-то еще уже больше. Вот мы сейчас разговариваем. А время-то несется в розыске. Мы уже не молодежь, мы уже не... Не молодежь, мы уже вообще не молодежь, ты еще молодежь. До 30-ти, до 35-ти, мы вот с Анной уже перебрали. Ну ты уже такая, ты уже такая молодежь, пожившая немножко, зрелая молодежь, да. У нас же планку-то возрастную поднимают постепенно, да, было 30, потом 35 лет. То есть я могу остаться вечно молодым. Да, подождите, сейчас еще пенсионный возраст увеличат, еще лет на 5, и молодежь тоже увеличит свое время, время пребывания в этом статусе. На рекламу убегаем, вернемся, продолжим. Мы тут продолжаем, да, в перерыве. В перерыве. С Анной Лапшиной и с Антоном Погодиным, главным редактором портала «Первый источник», обсуждать, а что бы здесь могло у нас в Кировской области заставить. Удержать молодежь, что же заставить, удержать. Слово-то такое, конечно, да, с отрицательным боли окрасом заставить, да. Замотивировал. Вот я сейчас, да, начал мысль продвигать о том, что мне бы в молодом возрасте, то есть лет 15 назад, очень важно было бы понимать, что передо мной действительно здесь существуют перспективы, и что через 5, через 10 лет я буду обеспечен, да, в материальном смысле. Я буду светлыми глазами, светлым взглядом смотреть в будущее, понимать, что я не могу лишиться в одночасье всего, да, и придется начинать сначала, оказаться у разбитого корыта. Ну, вот такие какие-то философские вещи. Как-то ты очень позитивно смотришь на мир. Я же говорю лет 15 назад, вот мне бы важно было это понимать, да. Ладно, давайте про спорт поговорим все-таки. Да, про спорт продолжаем, Антон, возвращайтесь. Антон, вот если пройтись по персонали, вообще сейчас вот потенциально на должность министра спорта. На пост министра спорта будет ждать номер. Вчера у нас есть люди, сказал в Рио губернатора, что будет объявлен конкурс. В принципе, я думаю, что любой из жителей области и, может, и других регионов России захочет. Ах, нам набрали. Ну, ничего, ничего, ничего. Уже очередного спектра. Чуть попозже, да, сейчас закончим. Тогда давайте спортом будем финалить. Да. Анастасия Воробьева к нам присоединяется, мы продолжим сейчас спор по поводу того, что же нужно молодежи. Анастасия, руководитель независимого молодежного парламента Кировской области, второй секретарь обкома Ленинского комсомола, если я ничего не путаю. Анастасия, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый. Анастасия, которая поставлена перед теперь уже реорганизуемым Министерством молодежной политики, звучит следующим образом. Сделать так, чтобы молодые люди гордились своим регионом, связывали с ним свою судьбу, строили здесь карьеру, растили детей, работали на благо Кировской области. Это я цитирую Александра Соколова в Рио-губернатора. Это верный вектор. Это нужно молодежи. Или, может быть, вы уже знаете, как этого добиться? По-моему, вектор у нас не менялся уже много лет. Но, не знаю, я думаю, это чистые воды популизм. Я все-таки ближе к конкретике, уже к конкретным действиям, что нужно сделать. Но вот, смотрите, у нас разделилось на два министерства, по сути дела, да, спорт и туризм и молодежка. Ну, с 1 сентября, да, еще. Очень много времени потратили на то, чтобы понять, как вообще у нас финансируется молодежная политика в Кировской области. Тут достаточно понятно, что большая часть, которую получали региональные, из федеральных, в том числе, средств на министерство, вот это профильное, изначально большой кусок уходил именно через спорт. Сейчас нас поделили таким образом, и у меня возникает много вопросов, откуда сейчас они будут за средства брать. Потому что и так, на самом деле, очень печально было наблюдать за деятельностью министерства. Когда они еле-еле сводили концы с концами. Ну, можно посмотреть на наш областной дворец молодежи. Неплохо бы с него хотя бы начать. Хотя однажды, в 2014 году, на него уже были 90 миллионов. Вот сейчас они в неизвестном направлении испарились. И непонятно, что с ним дальше будет. Ну, вроде в Рио сказал, что надо восстанавливать дворец молодежи. Бывший ДК «Авангард» у него примет. Очень жаль, кстати, его. Привычнее так называть. Там внутри такие интерьеры роскошные. Так. Вас, к сожалению, очень плохо слышно. Так, что у нас опять со сведением через проблемы. Опять проблемы, да. Ну, так, да, Анастасия, все-таки это больше такой технический вопрос. Ну, вот разделят на два министерства, и все. А будет идти все так, как и было до этого времени. Я не знаю, чего молодежи в Кировской области не хватает. Или действительно будут решаться какие-то концептуальные вопросы в связи с этой реорганизацией. Вот, об этом-то и хотелось поговорить. Потому что, вот смотрите, не так давно, в канун 19 мая, вот в Рио собирал представителей молодежных общественных организаций. К сожалению, нас туда опять не пригласили. Так. Возможно, тут нас пытаются обгородить, кстати, от этого. Вот. Мы же, когда с молодежным парламентом работали, еще в статусе, да, легального, можно сказать, очень много предложений выносили, как раз те, которые молодежь сама и формировала. Вот. Про рабочие места, про первые рабочие места, про социалку, которая необходима той же молодежи, точно так же, как и пенсионерам, и уже взрослому поколению. Это тоже для нас необходимо. Об этих банальных вещах, вот, с ракурса доступности для молодежи никто почему-то не говорит. Все говорят, что вот, как печально молодежь в районах уезжает, но, простите, в районах-то, где молодежь должна работать. Точно такая же зарплата должна быть, за счет которой молодежь может себе позволить дальше и себя прокормить, и жильем обеспечить. И семью завести. И работовые вещи. То есть тут надо со снов начинать, не думать о каких-то красивых, ярких форумах, которые больше для картинки у нас есть. Вот я вот за такие вещи основательные, про рабочие места, и даже если мы хотим молодежь что-то ставить, надо хотя бы на местах власти показывать, что они в сотрудничестве с молодежью заинтересованы. Тут, конечно, много отсылок на то, как поступили с нашим молодежным парламентом, и показали, вот, как они готовы слушать эту молодежь. Ну, вот посмотрим, мне вот самое интересное, как губернатор временно обязанный с нами будет поступать в данном случае. Хорошая фраза получилась. Временно обязанный. Встреча, обсуждение тех поправок, которые от нас были. Вот пока помощники аппарата до нас дозвонились, но на данный момент тишина. Понятно. Неизвестно, что будет. Очень надеемся, что в Рио губернатор все-таки найдет возможность встретиться, в том числе и с представителями независимого молодежного парламента, потому что уж как бы там не завершилась эта история, да, а поход в молодежный парламент был яркий, вот этой объединенной коалиции. Очень жаль, конечно, что сейчас ребята, ну, несколько там выключены из информационного поля. Спасибо большое. Анастасия Воробьева с нами на связи была, руководитель независимого молодежного парламента Кировской области. Мы, простите, да, перевернули небольшое соображение. Благодарим Анастасию, отпускаем ее и возвращаемся к Антону Погодину. Да, итак, кандидатура, да, на министра спорта. Ну, тут же опять мы вспоминаем предыдущих руководителей этого ведомства. Анна Альминова, Светлана Медведева. Да, вот тут у меня прямо яркий образ Анны Альминовой перед глазами, да, когда мы видели неоднократно, она и занятия проводит, да, на открытых мероприятиях, на свежем воздухе, и прямо видно, что это спортсмен, спортсмен, и ты рядом с ней не стоишь и не лежишь даже. То есть это не человек просто заинтересованный. Человек настолько профессионально, на таком профессиональном уровне высоком, что прям, ну вот не знаю, с точки зрения руководителя, опять-таки, естественно, тут вопрос. Вот вообще министр спорта должен быть спортсменом бывшим или выходцем? Мне кажется, это не обязательно, не обязательно, чтобы он был спортсменом, поигравшим на самом высоком уровне. Он может быть простым чиновником, исполнителем, человеком, который может найти... То есть он может быть просто управленцем из любой другой сферы? Абсолютно, потому что, по большому счету, министерство спорта, да, оно имеет свои особенности, но это такое же министерство, как министерство социального развития или какое-то другое. То есть себя можно окружить помощниками, заместителями, которые будут разбираться в каждом вопросе. Вот на заместителей вполне могут подойти бывшие спортсмены из разных видов спорта. Руководители федерации каких-то, да, спортивных? Абсолютно, абсолютно. А министр, он может быть обычным исполнителем. То есть я не вижу здесь принципиальной позиции, чтобы обязательно это был бывший спортсмен. Да, кому-то это будет приятнее, потому что, когда ты приходишь к спортсменам, они видят, что это человек свой, из твоей среды. Да, он может быть из другого вида спорта. Есть опасность, потому что ты приходишь, а он, может, боксеров не любит. Он может за других, за лыжников может. У нас же, как какой руководитель министерства, соответственно, тот вид спорта мы и поддерживаем, развиваем. Анна Александровна у нас делала упор на легкую атлетику, Светлана Владиславовна, помнится, делала упор на плавание. И нет никакой гарантии, что будущий министр спорта... Отдаешь шахматиста или шашечника. Если честно, заговорили об Анне Александровне. На мой взгляд, она является одним из трех возможных кандидатов на пост министра спорта. Одним из фаворитов или одним из тех, кому может быть предложен? Возможно, одним из фаворитов. Лично, на мой взгляд, этих кандидат, три кандидата. Кто может... А кто еще? Вот Анна Александровна Альминова, потому что человек уже имеет опыт работы в министерстве спорта и знает, в принципе, все проблемы, особенности и так далее. И на федеральном уровне. Плюс она имеет, да, абсолютно верно, выход на федеральный уровень, где сможет пробить какое-то решение на строительство очередного спортивного объекта, крупного объекта. Что называется, вхожа в кабинеты различных уровней. Причем в Москве. Второй вариант. Возможно, на министра спорта можно было бы рассмотреть нынешнего начальника департамента по физкультуре и спорту в администрации города Кирова. Надежда Юрьевна Анисимова. Надежда Юрьевна Анисимова. Потому что человек тоже абсолютно от спорта продолжает заниматься и судить матчи по художественной гимнастике. И третий, как мне кажется, вариант, это нынешний президент Кировской областной федерации футбола Андрей Рупасов. Сейчас объясню почему. Дело в том, что вы наверняка знаете, что в нашу область активно зазывают, сватают бывшего главу Гаврилов Ямского района Ярославской области Алексея Комарова, которого вот видели то выходящим из здания правительства, то еще где-то. Лично я его видел несколько раз в сопровождении того же Андрея Рупасова на футболе. Это матчи факела, это матчи чемпионата области по футболу. То есть люди уже, так сказать, прощупывают почву, приходили на тот вид спорта, который сейчас в Кирове. Ну, проводятся матчи, то есть многие же сейчас в отпусках, а футболисты играют. То есть они были и на третьем дивизионе, и на чемпионате области. То есть вполне возможно, что Андрея Рупасова тоже могут рассмотреть как потенциального министра спорта. А это будет любопытно. И в целом футболу у нас обещано уделять больше внимания. Особенно с учетом того, что в 2023 году вроде как обещали возродить «Динамо» в статусе профессионального клуба. Это значит заявить его во второй дивизиону российского футбола. То есть вполне возможно. Я еще раз повторюсь, что это лично мой прогноз. Ни на чем не основан. Тут так по ощущениям, по наблюдениям, то, что я видел на стадионах в последний месяц буквально. Вот такие три кандидатуры. А может быть и кто-то другой. А может быть и кто-то другой. Не исключаю, что могут пригласить человека того же управленца, о котором вы говорили. То есть не из спорта. Из другого региона абсолютно, который будет независим от местных. Слушайте, а из другого-то региона? Вот я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, пока тот человек в нашу повестку местную погружается, уж спорты, мне кажется, сложная такая достаточно тема. Столько федераций, столько людей. Назовите тема, которая несложная. Поэтому вполне возможно. Но это, скажем так, четвертый вариант, который, наверное, наименее вероятен. Мне кажется, выбор будет из трех человек. Все-таки из спортсменов. Либо из людей, которые в этой сфере работают давно. То есть это у нас Анна Александровна Алиминова, Надежда Юрьевна, Анисимова и Андрей Рубсов. В любом случае, через два месяца, к первому сентября, мы, собственно, и узнаем. Увидим этого кандидата. На данный момент у нас в любом случае продолжает действовать одно министерство. Это министерство спорта и молодежной политики. Все работает. Да, его продолжает возглавлять Георгий Барминов. И пока нового министра спешки и необходимости назначать нет. А уже после губернаторских выборов, да, вот здесь два месяца на то, чтобы подобрать кандидатуру. И, соответственно, может быть, ее согласовать, проверить, еще раз перепроверить. Может быть, каких-то альтернативных кандидатов рассмотреть. Вот эти два месяца, мне кажется, они, ну, такой вполне нормальный срок для поиска человека на должность. Спасибо большое, Антон Погодин, главный редактор портала «Первый источник» в нашей студии. Человек не чуждый спорту. Напомню, ведущий программу на спорте, которая выходила на нашей радиостанции. Мы дневной разворот на этом завершаем. С Владимиром прощаемся. До четверга обращаемся со слушателями. Вернемся, будут другие темы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова